Новые знания на новых уроках. Сегодня руководитель регионального Минобра Дмитрий Захаров в рамках курса профориентационных занятий «Россия. Мои горизонты» провел открытый урок для студентов Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского. Напомню, Минпросвещение России с 1 сентября прошлого года запустило в российских школах и колледжах масштабный проект. На открытом уроке побывала и наша корреспондент Елена Михайлова. Атомная промышленность – это именно разработка Советского Союза. Надо знать и гордиться этим. Специалист по работе с радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом, инженер по строительству атомных электростанций. За одно занятие студенты узнали, какими качествами должны обладать представители данных профессий. Ведь тема урока очень серьезная. Россия – страна атомных технологий. Узнаю о профессиях и достижениях в атомной отрасли. Для будущего педагога Натальи Капитоновой было познавательно и интересно. Теперь у студентки есть серьезные планы дальше изучать это направление. Было очень интересно слушать про атомную энергетику. Мы также узнали, что есть на ВДНХ такой интересный музей атома, который мы хотели бы всей группой посетить. На уроке студенты посмотрели и обсудили видеоролики, поработали в командах и поразмышляли о перспективах дальнейшего развития атомной сферы. Курс «Россия. Мои горизонты» включает 34 занятия. На каждом уроке ребята узнают об отраслях российской экономики, о навыках, необходимых для различных профессий. Все это помогает сформировать у юношей и девушек готовность к профессиональному самоопределению. Это централизованная федеральная программа, и она позволяет школьнику не только теоретически узнать материал, но также погрузиться в практическую часть. Сегодня у нас прошло лекционное занятие, но оно также проходит и на предприятиях, на фабриках, в сельскохозяйственных учреждениях, где, соответственно, наши школьники могут попробовать себя в той или иной профессии. После занятия руководителю регионального Минобра показали обновленные кабинеты и мастерские колледжа. Шесть аудиторий, включая актовый зал, преобразились до неузнаваемости. Появился новый фитнес-центр с современным спортивным оборудованием, а компьютерные кабинеты оснастили по последнему слову техники. Открыли и кабинет цифровой дидактики. Кабинет цифровой дидактики – это очень современное направление. Наши студенты будут отрабатывать навыки организации образовательного процесса в условиях цифровизации в целом в обществе и дистанционной образовательной технологии. Елена Михайлова, Вадим Владимиров, Вести Чуваше.